У нас Сергей Лерк из Corona Labs. Написано «Коронованный инженер» на бэджике. Должность интересная такая. Расскажет нам про то, как сесть и сделать уже наконец свой кроссплатформенный проект. Всем привет. Меня зовут Сергей Лерк. В этой жизни разработчика я Лерк. В основной жизни я другой. С другой фамилией. И сегодня я вам расскажу, как наконец-то перестать хныкать и наконец-то уже сделать свою первую игру. Так, давайте немножко познакомимся. Поднимите руки, кто программист. Замечательно. Кто уже работает или уже занимается геймдевом? О, это уже много. Это хорошо. Это замечательно. То есть уже есть у вас какие-то проекты, и это не может не радовать. Так, но в то же время поднимите руки, кто еще только начинает и только хочет начать делать игры. Есть такие. Один человек. Здорово. Так, ладно. Тогда я все-таки у меня будет доклад получается чуть более техничным, чем обычно. Это не может не радовать. Так, кликер работает в обе стороны. Замечательно. Давайте, наверное, вот так вот выйду, чтобы меня было чуть-чуть получше видно. Так, значит, можете меня по твиттеру гуглить, можете заходить на сайт Короны, где я сейчас работаю. Немножко истории, что такое Луа. Луа был основан в 93-м году в одной бразильской нефтяной компании. Они там использовали Луа для своих собственных вычислений на всяких платформах, на всяком эквипменте. Им нужно было отсылать эти данные, как-то их обрабатывать. И для этого они использовали какие-то другие языки. И через некоторое время додумали сделать все-таки какой-то свой и его уже начать применять. Так, наверное, получше. Так, и создателя языка зовут Роберто Юрослимский, живет в Бразилии, ест бананы. Получает язык известность примерно в 96-м году, когда они решают его все-таки опубликовать в научном журнале. И на него начинают обращать внимание. И один из обративших был один разработчик в компании LucasArts. Они тогда работали над игрой Grim Fandango. И этот разработчик увидел, какой язык Луа прикольный и посоветовал своему руководству взять его вместо своего языка, который у них на тот момент использовался. Когда они перешли на Луа, им это очень сильно понравилось, потому что стало все гораздо легче скриптовать игровые персонажи. И, соответственно, скорость разработки у них очень сильно ускорилась, и все остались довольны. С этого времени Луа начинает позиционироваться как именно язык для разработки игр, и, соответственно, получает популярность в этом деле. Луа — это скриптовый язык, то есть как JavaScript, как Python. Если вы работали с этими языками, то у вас не будет никаких проблем, сводится с парадигмой Луа. Он очень простой, вся библиотека реализации Луа — это один такой, ну не один файл, но очень компактный размер имеет, и можно его компилировать на множество устройств, поэтому он занимает очень малый вес, и, соответственно, он очень полюбился в мобайле, потому что рантайм этого языка очень мало места занимает, и рантайм языка — один из самых эффективных на сегодняшний момент. Если сравнивать, например, JavaScript V8 и LuaJIT, это с Just-in-Time компиляцией, то LuaJIT все-таки выигрывает у JavaScript. А если мы берем просто интерпретируемый режим, когда без какой-то либо компиляции происходит, то Луа тоже впереди планеты, все есть среди других языков. Использование, значит, в играх, во всяких устройствах, клавиатуре, принтере, даже в вирусах, в Lightroom написана двинная доля на Луа. Типы данных у языка совсем немного, это числа, сюда входят как с плавающей точкой, так и целые числа. Есть строки, есть булевые, кстати, булевых раньше не было, было просто значение число, тоже там 0, 1 или как угодно. Нил, который соответствует нул, когда нет ничего по переменной. И таблицы. Таблицы – это такой святой Грааль, Луа языка, про них чуть попозже. Также у нас есть функции, они являются полноценными переменами, их можно присваивать, передавать и все, что угодно с ними делать. UserData – это, грубо говоря, C-поинтеры, то есть, которые можно использовать внутри каких-то своих C-библиотек, и если вы пишете какие-то уже расширения для языка. И Thread – это тип данных для функций, которые, соответственно, занимаются конкурентным выполнением. Так, небольшой пример кода на Луа, это функция небольшая у нас, вычисляет факториал. Как видите, объявление функции, имя. Чего мне скрипит? Не знаете? Вроде тут ничего, странно. Так, и объявление переменной, цикл по переменной. Очень просто выглядит, не как в C, то есть, такого простенького вида. Возвращаем значение, и все довольно очевидно. Так, теперь про таблицы. Таблицы – это у нас и массивы, и дикшнеры. Может быть, где-то микрофон скрипит, я не знаю. По-моему, это не этот. Ладно. Кто скрипит? Признавайтесь, кто скрипит. Есть у нас типа хэштейблс, когда мы можем присваивать значение либо через точку, либо через скобки квадратные. И так и так можно, это синтаксический сахар. Есть у нас вложенные массивы, то есть, внутри массива могут быть элементы любого типа, и поддерживаем его, можно даже ссылку на себя вставлять, то есть, луа это все позволяет, это все прекрасно работает. Можно сделать сет, когда мы ключами используем какие-либо объекты, и просто присваиваем им какое-либо значение, чтобы проверить, входят они в сет. Так, кто это делает? Так. Ну, это, по-моему, точно не я. Может, микрофончик? Может, все-таки попробуем с обычным микрофоном? Думаете разведать? Ну, видимо, да. Ладно, давайте еще немножко, потому что мне потом понадобится. Так, это у нас реализация простого класса для вражина. То есть, мы берем, создаем пустую таблицу. Таблица у нас является объектом. Когда мы это делаем, это у нас не какой-то там виртуальный класс, это у нас настоящий объект в памяти, и с ним можно работать. Потом мы без объявления всяких интерфейсов и также классов, каких-то хедерах, файлов, пишем ему точка name равно enemy, и у нас появляется поле name, по которому можно будет обращаться к этому объекту и проверять, какого же он имя. Например, мы задаем ему урон, то, что у нас этого вражина 20 пунктов, и определяем функцию, что атаковать игрока, и берем игрока и вызываем у него функцию точно так же приема урона, и, соответственно, говорим, какой у него damage. self-переменная появляется при использовании двоеточия. Двоеточия — это тоже такой синтаксический саккор. У нас появляется, когда мы используем двоеточия, вот здесь виртуально появляется self, еще одна переменная, которая указывает на сам объект. То есть, как видите, реализация OOP в Lua довольно простая, и я думаю, вы уже ее поняли из этого слайда, как она работает. Соответственно, все эти объекты можно передавать по ссылке, они мютабельны. Если нужно их клонировать, то там уже надо, соответственно, писать определенную процедуру, чтобы скопировать все поля правильно. Здесь у нас еще есть такая штука, как мета-таблицы. Разработчики Lua настолько понравились таблице, что они встроили таблицы внутри таблицы, и они называли их мета-таблицы. Они позволяют переопределять какие-то функции поведения внутри языка, и можно сравнить, как, например, с магическими методами в Python или в PHP тоже есть такое. Можно переопределять значения сложения, вычитания, и это, например, очень простая реализация вектора на Lua. Мы говорим то, что у нас есть класс-вектор, и переопределяем у него оператор сложения, и при сложении мы создаем новый вектор, в котором складываем попарно значения координат двух других векторов, которые в него входят. Функция new у нас, соответственно, создает вектор из двух координат. Вот эта штука позволяет использовать сам класс, сам объект как функцию. То есть можно написать вектор, скобочки, написать координаты и вызовется функция new. Вот так примерно работает. Теперь уже в полной подробности, что такое OOP в Lua. Вы его изучили. Мне, на самом деле, после PHP, после Python понадобилось всего вечер, чтобы разобраться с Lua, и неделя, чтобы проникнуться всей идеологией его. Финалистический сахар. У нас есть точка, это переобразовывается в квадратные скобочки. Функция. Это, на самом деле, просто объявление переменной и присваивание этой переменной функции. Функция, соответственно, тут была анонимная, стала неанонимная. Про двоеточие уже говорил, добавляется аргумент self. И еще они сделали опциональным круглые скобочки, если у функции всего лишь один аргумент. Его можно так вызывать. Теперь про Corona. Я работаю в Corona Labs с этого года, но до этого я был простым фрилансером, разрабатывал тоже различные игры на Corona. Она мне понравилась, что я решил даже работать в этой компании. Но не бойтесь, этот доклад не про пропихивание вам Corona. Это всего лишь моя второстепенная задача. В основном я хочу вам показать, как можно действительно очень просто и быстро разрабатывать код на Corona и без каких-либо последствий для головного мозга. В чем мне нравится именно Corona? То, что у нее теперь уже много платформ добавилось. То есть тут еще всякие Android OS, в частности еще Apple TV, можно на Google Android TV еще сбиливать проекты. Нету Linux, но есть, можно сделать обертку под Vine для Linux, если сильно надо. Разработка на винде на Mac. Есть у Corona основной инструмент, Corona симулятор, который позволяет запускать ваши проекты из Lua и, соответственно, их выполнять. И он работает просто очень быстро. То есть Lua не нужно компилировать. Точнее, там есть компиляция в байт-код, но она настолько мимолетная, что вы просто запускаете кнопочку Ctrl-R, чтобы перезапустить свой проект, и игра у вас уже готова, она уже запущена. И другой особенностью является то, что по мере выполнения программы она подключает новые Lua файлы, то есть они не все сразу скопом вырабатываются, а по мере их вызова из процедуры. И в частности, можно, например, если вы работаете над ним Lua файлом, модулем, вы сделали какие-то изменения, например, в сцене с экрана настройки, потом, не перезапуская симулятор, вы переходите, например, в экран основной, основного меню, и потом обратно в экран настроек, и у вас уже обновленный код, и вы уже можете видеть изменения своего кода. То есть все работает очень динамично, и ad hoc, если знаете термин, в этом значении то, что все на лету подключается. Соответственно, чтобы компилировать проекты, вам не нужно устанавливать X-код, вам не нужно устанавливать Android Studio, там только лишь нужно, точнее, не нужно устанавливать нужно, не нужно им пользоваться, а нужно устанавливать, чтобы работали нормально подписи приложений. И, соответственно, вам X-код не выедает мозги, вам не нужно знать никакие особенности Android, вы все делаете через корону, и она все нюансы скрывает и позволяет достаточно удобно пользоваться всеми платформами через довольно идентичный API. И там есть, конечно, разницы в какие-то имплементации, но они уже довольно малозначительны. Так, корона, она не HTML, она чистый C++ ядро, и используется OpenGL. Lua используется только лишь в качестве скриптового языка, и он выполняется очень быстро. Соответственно, overhead минимальный, и никакого снижения производительности значительного за счет использования Lua нет. То есть все ресурсоемкие операции, это вывод графики, они все реализованы на C++ и довольно эффективны. И, соответственно, на Java, на OGTFC используется только код, который, соответственно, чтобы придать какие-то функции, которые специфичны только для конкретной операционной системы. Это про нерушимость еще хочу добавить, то, что если, когда возникает ошибка какая-то в коде, например, вы пытаетесь сделать какой-то вызов функции, которая не существует, у вас будет runtime error. И этот runtime error можно, даже если вы его не обрабатываете, у вас игра не упадет. Она просто не вызовет этот кусок кода, а пользователь все еще сможет работать с приложением. То есть, например, нажал кнопочку, кнопочка вызывает функции, функции нет, кнопочка не работает. Он нажимает какие-то другие кнопочки, и они работают. И сейчас я хочу вам показать, соответственно, игрушку. Так как времени очень мало, я покажу, соответственно, самый минимум, который успею. Так, сам проект на короне, он выглядит подобным образом. Есть в корне куча иконок для разных платформ, и самый важный файлик – это main.lua, который является точкой входа в программу. И он примерно вот так вот здесь выглядит. Здесь в основном только лишь объявления, какие-то подключения каких-то библиотек, обработки каких-то событий на кнопочке, и в целом ничего особенного. Вот это, например, настройка хранилища локального, чтобы какие-то свои, соответственно, сохранения были, работали. И сейчас я покажу вам проектик. Вот этот проектик, он занимает довольно мало времени на написание, но при этом он работает следующим образом. То есть есть кораблик, это отдельный объект, есть множество объектов этих монстриков космических, которые нападают на главного персонажа. И сейчас я хочу показать вам, как, например, выглядит класс кораблика. То есть если мы возьмем классы, то у меня отдельная папочка, и назовем тот номер корабликом. Соответственно, вверху подключение всех библиотек, которые буду использовать. Это физика, которая Box 2D, звуки, Relayout. Это небольшая библиотека, которую я написал, чтобы поддерживать изменения размеров экрана, изменения, например, при масштабировании, то есть, например, когда вы на полный экран переходите. То есть основной объект кораблика – это объект спрайта, который вызывается таким образом, то есть я говорю ему, у меня есть картиночка с корабликом, в которой спрайт, в котором есть три фрейма такого-то размера, и сделай мне их на экране, покажи. И он их спокойно выводит. След от реактивного выхлопа – это еще один объект, который является партикаломитром, и тоже очень легко подключается, и я его XY говорю, чтобы он был немножко позади кораблика, и он отрисовывается. То есть, как видите, отобразить что-то на экране, просто элементарно на короне, просто пишите «хочу это, покажи мне по этим координатам», и оно появляется на экране. Здесь происходит добавление физики объекту, чтобы он лучше реагировал на передвижение. «Обработчик коллизии», то есть, если мы сталкиваемся с монстриком, который у меня здесь так почему-то написан, я ему говорю, что на следующий фрейм, когда игра выполняется, взорвать этого монстрика. Так, потом… Это, соответственно, движение. Вот, EnterFrame функция, она выполняется каждый фрейм, и, соответственно, я в ней рассчитываю передвижение кораблика, чтобы оно было плавным. И здесь я делаю переменную Speed, которая в соответствии с ускорением увеличивается плавно, и у кораблика появляется такое мягкое движение. Если посмотрите, то… Ух ты! Вот это класс! И кораблик движется довольно плавно. То есть, можно играть… Кстати, поддерживаются контроллеры, и поддержка контроллеров достаточно плавная. Ее очень легко реализовать. Сейчас я вам покажу поддержку контроллеру. Например, я уже немножко сделал тоже библиотеку для этого дела, но если мы возьмем главный файл игры, то есть, который все это делает PlayLua, он… Сейчас скажу, сколько строчек кода всего лишь… Вот, всего лишь 250 строчек кода. У нас сцена – это объект, который, соответственно, работает как игровой экран, в который мы добавляем нужные нам объекты. И здесь, например, вот у меня обработчик на движение. Motion – это левый стик контроллера. Я ему говорю передать это движение на… В класс кораблика. И в кораблике у меня идет обработка то, что я говорю ему то, что на Motion мы говорим, что хочу XY на какие-то значения смещать. И, соответственно, потом вот здесь вот я беру эти XY и делаю кораблику линейную скорость, и он начинает двигаться. А сам класс контроллера, его нутро, например, вот такое. То есть это уже без библиотеки, это внутри библиотеки. Все происходит на этих событиях. Мы подключаемся к событию рантайма. Axis – это у нас все стики. Key – это у нас все кнопочки, включая клавиатуру. И мы их обрабатываем, соответственно, по имени, по каким-то другим кодам и, соответственно, передаем уже их. Вот эти три строчки кода подключают наши функции. То есть вы включаете, и у вас начинает геймпад работать. Очень все элементарно. Так, у нас времени уже закончилось. Если так, вот этот вот слайд можете… Так, не то. Хороший слайд был. Вот этот слайд можете сфотографировать, чтобы потом по ссылочкам перейти. И кто хочет, может поиграть в игрушку на большом экране. Аплодисменты Сергею. Господа, если есть вопросы, задавайте вопросы. Есть у кого-нибудь? Да, пока. Что если я в реальном проекте захочу добавить какие-то свои шейдеры, допустим, Distortion? Захочу, чтобы на взрыве был Distortion. Шейдеры используются. Точнее, в них есть поддержка. Она чуть-чуть ограничена, но она есть. То есть вы можете пользоваться шейдерами. Шейдеры на OpenGL? Да, GLAS. Спасибо. Кстати, вот по ссылочке GitHub Corona Lab Samples, там есть немножко другой проект. Он более большой. Это типа клон Angry Birds. И там довольно качественный код. И я советую вам с ним ознакомиться, если хотите начинать работать с короной. Потому что книжки по короне есть, но хороший код лучше любой книжки. Если хотите со мной связаться, можете писать мне на e-mail. У меня есть небольшой сайтик, на котором есть небольшие ссылочки на мой GitHub. На GitHub у меня тоже есть много интересного. Вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, корона позиционируется как простой инструмент для того, чтобы сесть и написать эту игру. Например, как GameMaker. Да. Но, например, когда я захожу на сайт GameMaker, там очень много крутых таких огромных проектов. А вот почему-то, когда я захожу на сайт Корона, там довольно-таки маленькие проекты. Вот из-за чего так? В чем причина того, что пока что нет таких проблем? Есть одна проблема в том, что Корона не требует каких-то своих логотипов, когда издается игра. И поэтому, если есть какие-то большие игры, то они не все афишируются. Но я могу сказать, что есть довольно сложные проекты на Короне. То есть, их действительно немножко нужно поискать, но есть делают. То есть, в этом нет никаких проблем. И в топах App Store, и сейчас недавно уже на Steam выходят игры на Короне. То есть, Корона вас никак не ограничивает, чтобы написать игру, которая заработает миллионы долларов. Это уже было неоднократно с Короной. Спасибо. Спасибо, Сергей, что у нас время подошло к концу. Спасибо вам за внимание. Аплодисменты Сергею за очень содержательный доклад. Если будут еще вопросы, если хотите поиграть, посмотреть на код, подходите, можете сейчас.